Путин Это очень простая история. Путин преступник, который уже убил сотни тысяч человек. И говорить с ним не о чем, кроме того, что решить, когда он выведет войска. Ну и какие-то гуманитарные вопросы можно обсуждать. Любые другие переговоры с Путиным, любое сотрудничество до конца войны – это соучастие в преступлении. Я хочу высказать свою точку зрения по поводу вообще любых взаимоотношений с путинской властью. Потому что, понятно, он не один, проецируется как власть, захватившая в стране и ведущую агрессивную, как и международную, так и внутреннюю политику. Потому что агрессор Путин относительно Украины – это безоговорочно, но он и всего мира. Но он еще и агрессор относительно своего народа, населения страны. В чем это выражается? Выражается в нарушении Конституции, уголовного права. Мы все знаем, какие нарушены статьи в стране. И вот сегодня идет встреча в Москве президента Азербайджана, господина Алиева, с Путиным для решения всевозможных взаимодействий. Так вот, все мировое сообщество должно поднять тему, что все встречи с представителями страны-агрессора, в том числе и человека, который себя проецирует как руководителя государства, должны проводиться не закулисно и колуарно, а должны проводиться в присутствии западных стран, политиков. И в том числе, если это решаются вопросы о мире в Украине, то представители Украины должны быть. То есть любые встречи с агрессором ведут к тому, что эта страна вступает в войс зла. Это тоже не секрет, что на сегодняшний день в мире образовалась ось зла. И туда три страны уже открыто вошли. Россия, Китай, Иран. Ну и четвертая, Северная Корея, как наблюдатель. Ну, активный помощник во всем. И вот с осью зла любой, кто встречается, значит, он туда же вступает, в ряды этого сообщества. И хотелось бы обратиться к руководству азербайджана, а также народу азербайджана, что вас устраивает эта позиция. Спасибо. Спасибо.